Всем привет! Это Киперблок, выпуск, в котором я, муравьед, расскажу вам, как я поймал матку. Как вам известно из моих последних новостей, это матка вида Лазиус Ниггер, которая в данный момент в инкубаторе, которая укутан в одеялку, которая в шкафу, которая у меня в комнате. Так как в последнее время у нас похолодало, придётся покупать обогреватель Морошам, а то потомство плохо развиваться в стола. Как же я поймал? Я долго искал, точнее ждал, когда будет лёд у Морошей у меня на даче. Но они всё не вылезали. Дошло до того, что я начал думать, что у них уже лёд был, то его попустил и стал искать маток по огороду, но никого не нашёл. А проверив муравейники, будущие королевы и трупы, то есть самцы, были на месте. Напомню, что такое лёд? Вот вы идёте по улице, по огороду, неважно, а в округе мушкара летает, ползает. Вы выглядываетесь, а это муравьи. Вот это, говоря понятным языком, муравьиный лёд. В это время самки и самцы спаиваются, самцы погибают, а самки, найдя укромное место, выгрызают крылья и основывают новые колонии. В данный период и после него нужно искать маток, желательно без крыльев, так вы точно будете уверены, что это оплодоённые матки. Время шло, матки не подались, ибо я их просто не замечал. Люди повсюду писали, смотрите, смотрите, я поймал, это матка. И там подобное. Я отчаялся. Как так? Почти два месяца прошло, а я не могу поймать королеву нигеров, маток которых лопатой собирают. Однажды я шёл домой с базара, где я купил трубку для компоносов. Думал о своём. И тут, впереди себя, на два метра, я увидел матку, перебегающую дорогу. Как я заметил эту бегущую точку, со своим зрением и невнимательностью, объяснить не могу. Видимо, судьба. Поймав, не было сомнений, что эта матка лазил с нигер, но она была с крыльями. Я всё же взял её с собой, думаю, посажу, подожду, если яйца будут, то хорошо, если нет, то отпущу. Засунул в трубку, отнялся домой, по-быстрому сварганил инкубатор, запустил и стал ждать. Немного отступлюсь. Помните, что лучше отлавливать больше одной матки, а не как я. Потому что матка может быть прокованной или просто не прижиться. А так шансов больше. Также, после того, как вы поставите матку в инкубатор, навещайте её не чаще, чем раз в неделю. Первое время кормить не нужно, до появления первых рабочих. Если рабочих уже больше месяца нет, то можно начинать изыдка подкармливать королеву. Вскоре моя самка отбросила крылья, появились яйца, и всё шло хорошо, пока не похолодало. Это, кстати, так же плохо отразилось и на моих японикусах, ибо благоприятная температура в среднем не ниже 25 и не выше 30, а у меня где-то 24-25. То не есть хорошо, и мне придётся покупать обогреватель для них. Кстати, а вот на местах это никак не отразилось. Им всё равно. Они, походу, скоро собственную электроэнергию производить будут, и вообще выселят меня из комнаты. На этом всё. Повите маток, разводите мороши, или просто двигайте мермеки мирства в массы. Для этого ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, на твиттер, вступайте в группу. С вами был Марвец, всего хорошего. С вами был Игорь Негода.